В Урмарах и Маргаушах, Аллатре и Янтиково. Сразу в 11 муниципалитетах республики сейчас строятся детские сады. В этом году в Чувашии планируют ввести 14 новых дошкольных учреждений. Накануне глава региона побывал на строительной площадке Ядринского садика. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Теперь в Чувашии начали строить и трехэтажные детские сады. Один из таких уже в этом году откроется в Ядрине. Главе республики подрядчики рапортуют. Работы ведутся с опережением графика. И возможно, что новоселье здесь сыграют раньше намеченного срока. Здание уже возведено. Внутри начали штукатурить стены и прокладывать коммуникации. Во время инспекции Михаил Игнатьев оценивал и качество приобретенных материалов. На детях, отметил он, экономить недопустимо. Конечно, подрядчики идут на удешевление цены. Это с одной стороны, но мы качество не должны терять. Тут проект шестерка, широкая. У нас здесь по проекту наружные двери металлические. Экономить подрядчикам удается только на кирпичах. Материал покупают в Красноармейском районе и обходится он дешевле, чем в других регионах. На возведение детского сада из бюджета было выделено более 80 миллионов рублей. Получается, что строительство одного места ребенка стоит 400 тысяч. В ноябре сюда придут 200 малышей. После открытия этого садика очереди в районе должны сойти на нет. В городской администрации в этом уверены. Мы открыли буквально в начале года пуганец садик. Он немножко специализирован, там специализированы группы. То есть это разрядило. И вот строительство этого садика на 200 мест при очереди 153 нам позволит полностью закрыть эти моменты. Разгрузить группу дошкольного, подготовки дошкольной. Но на строительной площадке частыми гостями должны стать и местные депутаты. Глава республики попросил народных избранников постоянно держать на контроле работы подрядчиков. Если понадобится, решать спорные вопросы. На 1 ноября данный детсад на 200 мест должен уже вестись в эксплуатацию. Хотя по юридическому документу где-то с середины ноября. С учетом того, что опережает, с учетом того, что и дожди, и слякоти, и холода начинаются. Наша задача быстрее ввести и чтобы родители и дети получили свое счастье. Но возможно, что в ближайшие годы у детского сада появится и пристрой. Здание школы, которое находится напротив, было построено полвека назад и уже давно требует капитального ремонта. Городская администрация должна подготовить проект. Необходимые средства в бюджете будут изысканы.